Перевод выполнен при поддержке переводческой компании Аватера. Я Койот Питерсон. Ребят, как думаете? Мне пойдут усы. Друзья, наш партнер, букмекерская контора Parimatch, дарит бонус до 5000 рублей всем новым пользователям. Для того, чтобы получить бонус, необходимо зарегистрироваться по нашей ссылке, которая указана в закрепленном комментарии. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь и забирайте приветственный бонус. В тропических лесах Коста-Рики обитает множество прекрасных существ. Однако иногда самые потрясающие из них могут оказаться и самыми опасными. Защитная окраска часто встречается у животных на полуострове Оса и служит им для маскировки. Только посмотрите на этого уродца! Вы, наверное, смотрите и думаете, ну что, Койот, тебя сегодня искусает водяной клоп? А вот и нет! Яркая окраска также предупреждает хищников, что лучше не есть таких животных, что они очень токсичны. Это позволяет выжить тем, кто лучше замаскировался или ярче всех выделился благодаря своему окрасу. Но что делать тем, кто не хочет прятаться? Или тем, кто не обладает ярким окрасом? А вместо этого обладает мягкой и приятной на ощупь шубкой, скрывающей под собой броню из ядовитых шипов. Время познакомиться с мохнатой гусеницей-кокеткой. Бог ты мой! Ты только посмотри на эту гусеницу! Куда ты смотришь? Ого! Ты знаешь, что это? Нет, я бы не стал её трогать. Местные жители называют её огненной гусеницей. Ты уверен, что это гусеница? Сто процентов! Сейчас я осторожен на конью ветку, чтобы гусеница не упала мне на лицо. Иначе я буду страдать от боли часами. Похоже на усы. Я не знаю точного названия этой гусеницы. Все её зовут по-разному. На полуострове Ос она известна как Огненная гусеница. Однако, чаще её называют мохнатой гусеницей-кокеткой. Ведь она очень похожа на пушистого котёнка. С точки зрения науки, это на самом деле гусеница фланелевой моли. Но не позволяйте её очаровательной внешности водить в вас заблуждение. Этот пушистик покрыт жгучими волосками. И если вам не повезло, и гусеница коснулась вашей кожи, то у вас будет сильное раздражение. А всё из-за того, что под волосками расположены маленькие шипы. Вы прикоснётесь, и в течение почти 12 часов будете испытывать мучительную боль. Маленькие щетинки, которые могут вам навредить, совершенно точно находятся с этой стороны. Видите? Да. Посмотрите, вот что вопьётся в вашу кожу. Только погладите, и... Аааааа! Ваша рука будто в огне. И вообще, мне кажется, что она всё же дотронулась до моего пальца, поскольку он начал чесаться. А вы, ребята, так и думаете? Давай, кайотка, снись её. Ну уж нет-нет. Моя рука будет в огне. Сейчас тяжело сказать, с какой стороны у этой красотки голова Но я все же предположу, что голова здесь Можно видеть Она проела дыру в этом листе И мы поймали эту гусеницу прямо во время ужина И мне жаль, что я побеспокою вас Но ваша внешность настолько оригинальна, что мы просто не могли не показать вас на камеру Так, давайте посмотрим, получится ли заставить эту пушистую гусеницу показать свой животик Посмотрите Она танцует Я просто хочу ее снять с листа и потом рассмотреть Видите, что у нее на животе? Похоже, она сжимается Видите эти маленькие лапки? Как присоски Которые позволяют передвигаться вверх и вниз по стволам деревьев А ртом она грызет листья Вау Я уж и не думал, что можно найти настолько оригинальное существо в тропических лесах Коста-Рики Но мы наткнулись на эту редкую гусеницу Похоже и на собаку, и на усы Я Койот Питерсон, будьте смелыми Оставайтесь дикими До встречи на следующих приключениях Эти гусеницы ядовиты, однако о фатальных исходах от прикосновения к ним ничего не известно Если вас ужалили, то лучшая первая помощь это приложить лед к ужаленному месту А также ввести антигистаминные препараты, чтобы снять зуд и жжение Увидимся, красотка Приятного аппетита Хорошенько запомните Если вдруг вы увидите гусеницу, которая выглядит мягкой и пушистой Ни в коем случае не прикасайтесь к ней Друзья, если вам понравился данный эпизод То не забудьте подписаться на канал Хьюма Раша И включить колокольчик, чтобы не пропускать новых приключений с Койотом Питерсоном Думаю, что у них должно быть прекрасное зрение Учитывая, какие большие у них глаза И посмотрите, как он может так просто спрятать передние лапки под щиток на груди Субтитры сделал DimaTorzok